Доброе утро, дорогие отцы, матушки, братья и сестры. Вначале хотел бы сейчас только что разговаривать с главой муниципального образования Обширонского района. Он, к сожалению, сидит в видеоконференции с губернатором, не смог сейчас подъехать, передал от себя добрые пожелания и хорошие работы нашего семинара. Я, как представитель Попечистского совета, хотел бы сначала остановиться на небольшой исторической справке. Исторически на этой территории находился детский круглогодичный санаторий «Горное здоровье», который, как и многие детские лагеря и здравницы бывшего Советского Союза, перестал работать, и материально-техническая база оказалась почти полностью разрушена. В 2009 году по благословению настоятеля Зайкуно-Спасского монастыря города Москвы Архимандыда Петра Афранасьева, ныне почившего, была начата работа по открытию на этой территории детского православного центра «Горний посад», назначен для Печистского совета, и уже в этом же году состоялся первый заезд детей. Было получено благословение действующего тогда митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора на начало деятельности, на взаимодействие с Кубанским духовной семинарией, воспитанники которой стали первыми вожатами и проходили у нас педагогическую практику. К началу уже первого заезда у нас действовал домовый трапезный храм в честь иконы Божьей Матери Живоносный Источник. В дальнейшем в связи с увеличением численности детей вожатых преподавательского состава было принято решение о строительстве большого храма в честь иконы Божьей Матери Живоносный Источник, а трапезный храм по благословению митрополита Григория будет в ближайшее время Истинчином освящен в честь Николая Чудотворца и в связи с этим у нас тоже большая радость Сафона нам из Греции в дар и до частица его святых мощей, буквально недавно. Сейчас у нас мы пишем икону, куда эта частичка будет помещена и потом она будет находиться постоянно в храме. В Центре сформировался коллектив педагогов, вожатых, руководителей кружков и творческих мастерских. Огромную помощь и поддержку мы получаем от Кубанской митрополии и непосредственно отныне переведенного в Москву метаболита Григория, который нас очень часто посещал во время своего служения на Кубанской земле. Духовником Центра является благочинный от Шерманского округа Ирий Дмитрий Пантелеев, который с матушкой Анастасией, особенно во время проведения летних смен, постоянно находится в Центре. Отец Дмитрий проводит служение в храме, молерный, направленный на себя благословляя, а матушка, как профессиональный музыкальный работник, занимается с детьми, раскрывая иногда скрытые таланты. Работа Центра организована по следующим направлениям. Духовно-нравственное воспитание, военно-патриотическое, эколого-туристическое, творческо-эстетическое, прикладное искусство, физическое развитие и оздоровление детей. Во время проведения смен ежедневно совершается утреннее вечернее молитвенное правило. После каждого утреннего правила проводятся так называемые православные минутки, на которых вожатые рассказывают о житии святого данного дня или празднике, который выпадает на данный день. Во время трапезы совершается молитва перед вкушением пищи и поста. Доброй традицией стало проведение моментов, благодарствовать в день открытия и закрытия смены. Во время проведения звучат гимны России, Кубани, ваш гимн. Встанет за веру русская земля, поднимаются флаги России, Кубани и флаг Российской империи. Один или два раза в течение каждой смены дети и сотрудники Центра участвуют в божественной литургии. Все готовятся к правительству исковеди, причастия. Духовники и отцы из благочения проводят с ребятами беседы по подготовке к этим уваженнейшим таинствам. В каждую смену проводятся мероприятия, посвященные наиболее значимым православным праздникам, выпадающим на это время. В эти дни вожатые проводят часы православия, где беседа сочетается с вопросами в форме викторины, а также показан фильмов, посвященных праздникам. Одним из важнейших направлений духовного воспитания детей являются паломнические поездки. В женский монастырь «Нерушимая стена» города Шерунская и в мужской монастырь Свято-Михайловской Афронской пустыни. Особое место в жизни летнего центра занимает вопросы военно-патриотического воспитания. Ребята получают первоначальные навыки военной подготовки. Это сборка и разгонка автомата, стрельба из климатической винтовки по мишеням, военно-спортивная игра за армии. В каждой смене организуются туристические походы, проводятся акции «Береги природу», «Безопасные летние каникулы», «Мастер-класс по пожарной безопасности» с участием подразделения МЧС Афронского района. А также в поездки в Национальный музей Республики Адыгея в городе Майкопе городской парк города Афронска. В центре нет компьютеров и пользователя сотовым телефоном разрешено в срого установленное время. Большое внимание уделяется физическому развитию и оздоровлению детей. Каждое утро проводится утренняя зарядка в течение дня солнечные, водные, воздушные процедуры, прогулки с посещением йодобромного источника. На территории находится плавательный бассейн с подогревом. В лагере есть футбольное поле, волейбольная площадка, места для наскольного тренеса, а также между отрядами проводятся соревнования по бомбинтону, скалкам, шашкам, шахматам. С большим интересом ребята участвуют в веселых стартах в спартакеаде. В конце каждой смены на закрытии спартакеады вручаются грамоты по итогам соревнований. Уже несколько лет мы сотрудничаем с карцер-клубом юниор города Абширонска, где проводятся практические занятия для детей по изучению технических данных современной мототехники и первоначальным навыкам вождения карцер. Особый интерес у детей вызывает экскурсия на казачий кордон, катание на лошадях, прохождение полосы препятствий, соревнования по стрельбе, метальные ножи, гидрополу и многое другое. Медицинским работникам ежедневно проводится осмотр детей. На территории имеется медицинский корпус с двумя изоляторами со всем необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи. Осуществляется оздоровление детей кислородным коктейлем на основе натуральных соков. Организовано полноценное пятиразовое питание с соблюдением постов по благословению духовника. Ведется наблюдение за детьми, имеющими ограничения в здоровье и питании. Свои творческие способности и таланты дети используют в различных творческих делах. В течение каждой смены работают различные творческие мастерские игрушки. Православный календарь, доброе кино, кисточка в Божьих руках, танцевальный калейдоскоп, акробатика, ратное дело, спортивный движ, пластилиновых дел мальцев, бисерное плетение, орегами, мыловарение, театральное. В каждой смене проводятся творческие концерты. Давайте познакомимся взрослым и детям. Различные тематические викторины, поле чудес, творческие и православные конкурсы и игры. В заключение каждой смены проводится Екатериненский бал. Многие ребята по итогам смены получают грамоты, благодарственные письма, сертификаты за работу в творческих мастерских. На территории центра имеется библиотека. Для детей оборудована доска объявлений, где каждый может получить информацию о планах работы на текущий день, время проведения кружков и мероприятий. Объединяем взрослых и ребят добрые вечера у костра, где звучат душевные песни под гитару, ведутся духовные беседы, подводятся итоги дня. Стала традицией после вечерней молитвы в отряде проводить свинечку, где каждый ребенок делится своими мыслями, чувствами, которые посетили его в течение дня, высказывают свои предложения. Вся информация деятельности центра, графики проведения смен, списки документов, образцы заявлений, меню ежедневное, фото мероприятий и так далее ежедневно размещаются на наших мессенджерах, телеграммах ВКонтакте и на сайте центра. В настоящее время проводятся работы по реконструкции водолечебницы, жилых корпусов, наращивания медицинской базы в целях открытия в 2024 году круглогодичного православного детского санатория по программе мать и дитя. Теперь, дорогие друзья, хочется поделиться нашим уникальным опытом и работой по взаимодействию между церковными и государственными институтами. С началом пандемии, потом специальной военной операции, мы столкнулись с большими трудностями, как с коммуникационными, в Краснодар перестали летать самолетом, поездом также стало выбраться очень трудно из-за отсутствия билетов, так и с трудностями финансов. Многие, кто ранее к нам приезжал отдохнуть или сезонно поработать, просто не смогли этого сделать, ведь дети приезжали к нам со всех епархий России и даже с Движнего Зарубежья. Возник вопрос, что делать дальше, и мы опять получили поддержку от нашей митрополии. Было проведено много совместных встреч с руководством Краснодарского края, непосредственно с митрополитом Григорием и губернатором Краснодарского края Кондратьевым Вениамином Ивановичем. И в итоге было принято решение о проведении конкурсов на детских отдых и оздоровления с реализацией путевок под списком, согласованным с епархиями Кубанские Митрополии. И в первую очередь с доведением этих путевок до многодетных и малообеспеченных семей. В этом году наработали бы, конечно, небольшой опыт, были трудности, было непонимание, но в целом я считаю, что вот те наработки, которые сделали в этом году, они позволят уже в 2024-м не допускать ни нам, ни даже, простите, и партнерам каких-то ошибок, и более эффективно работать. Мы планируем уже с сентября, то есть с января месяца, начать работу по направлению информации, заранее собирать списки, заранее направлять их в министерство, согласовывать социальными службами, чтобы уже гарантированно нам детям поехали от наших храмов в наши митрополии. В настоящее время заключены два государственных контракта на 2023-2024 годы на проведение 5-летних смен с 21 по 16 сентября ежегодно. Всего на 780 путевок с возможностью увеличения. Налажено взаимодействие между Министерством труда и социального развития и гепархиями Митрополии. В этом году мы старались все-таки выступить таким как посредническим тюном, поэтому мы собирали данные, направили для министерства. Порой вот очень плотно вот с отцом Дмитрием Болтуновым работали, вплоть до каждого человека. Иногда отцы выходили к нам, когда может быть гепархии проявляли, ну не такую может быть быстроту работы. И тогда к нам просто приказки и батюшки выходили, мы собирали списки, направляли в принципе от министерства, от отдела по работе с детьми мы получали поддержку. Неоценимую помощь нам оказывает отдел по закону и благотворительности и социального наслужения Екатеринарской и Губанской гепархии, как я уже сказал непосредственно, руководители отдела, протеи и демитрии болтонов, в том числе и в материальной части, в поставках некоторых продуктов, постельного деления. Хочется отметить, что для работы с государственными органами нам пришлось за короткий период получить лицензию на медицинскую деятельность, серьезно нарастить медицинскую базу, при содействии руководства Абширновского района и непосредственно главы муниципального образования перед деревья Алексея Эдуардовича и главного врача центральной районной больницы Лохачевой Светланы Сергеевны, наш медицинский корпус получил новое рождение и оборудован согласно тех медицинских требований. Также горний посад принят в ассоциацию детских лагерей и включен в реестр организации отдыха детей и их оздоровления на территории Краснодарского края. В октябре 2022 года по благословению метаполита Григория и решением руководства края наш центр определён единственным местом на территории Абширновского района как пункт временного размещения многодетных семей, переселённых из Херсонской области в связи с известными событиями. Мы приняли 150 человек, организовали детский сайт дневного пребывания, в руководство организована работа с вынужденными переселенцами по скорейшей социальной адаптации в России. Для подвоза школьников вместо учёбы выделен школьный автобус. В настоящее время работа пункта временного размещения продолжается. Первые тех, кого 150 человек мы приняли, у нас на трое осталось, все остальные уже получили все социальные выплаты, гарантии и уже в России они проживают на вполне законных основаниях, многие уже здесь приобрели себе жильё и мы сейчас, вот уже у нас вторая, скажем так, группа людей к нам сейчас перемещается, мы забираем сейчас вот с Арабского, с Паптинского, с Крымского районов и привозим к нам. Но опять же, стараемся ориентироваться именно на семьи с детьми. Александр Ильич, можно? А вот могли бы Вы последовательно рассказать вот какие шаги, как Вы, ну там, в реестр пасучка с Александром, как Вы наладили сотрудничество с Министерством труда? Это была огромная бумажная работа на самом деле, это обмен письмами, мы писали губернатору, мы писали митрополиту, митрополит писал губернатору, были необычные встречи с губернатором, потом его указания, потом у нас же задача была, чтобы не просто эти путёвки мы получили, а чтобы к нам поехали эти дети, понятные нами дети от храма. Мы с чудотворной иконой Бачуринского министерства приезжали, мироточивали туда, вместе с ними, с детским отделом, ловились там, может быть, это тоже с помощью Божьей Матери всё это у нас получилось. За очень короткий период мы получили лицензию. В общем, медицинскую лицензию, ну, мы её покупали за две недели, обычно этого не было. Но опять же, с помощью наших, вот, прихожан за иконой Спасского монастыря города Москвы, там, которые там в госдавнадзоре работают, там помогают. Мы, конечно, за короткий период приобрели, потому что, чтобы получить лицензию, должен быть в том же медицинском корпусе, да, то есть перечень медицинского оборудования, которое очень немало стоит. Это вот реанимационные, там, противошоковые, там, вот эти, ну, там целый огромный перечень, да, в приобрели, ни один берём, что-то потратить, но мы всё сделали честно, всё это, всё это у нас получилось. Ну, а вот это включение в реестр, у нас это произошло немножко раньше. Ну, опять же, это вот просто постоянно, на постоянном контакте, когда находишься с государственными органами. Мы и сюда их приглашали, и тут у нас на природу к нам, и здесь на месте всё показывали. Но, опять же, человеческий фактор. Слава Богу, попались вот такие понимающие люди, да, потому что вы, наверное, все знаете, понимаете, что иногда попадаешь на таких товарищей, которые нам не товарищи. Все поняли, что на самом деле, как бы за счёт вот того, что Александр Юрьевич с своей командой сделали, многие православные дети могут бесплатно отдохнуть здесь в лагере. И во все смены фактически. Вот у нас, как бы, мы рассылали по всем благочиниям, то есть церковные дети, но два условия должны. Ну, главные условия, они должны стоять на учёте в Министерстве труда и соцразвития. Или в отделах по семье и детству районов, или в отделах социальной защиты. И уже мы от этого предоставляем там разные спуски. И они стоят как-либо как малообеспеченные, либо как многодетные, да? Ну, это если по соцзащитам. Да. А если по семье и детству просто стоять. Просто стоять. Это нам не обязательство, чтобы дети были в каких-то тяжёлых семьях. Это не обязательство. Александр Ильич, ещё один уточняющий вопрос. Только Краснодарский край? Ну, в данном случае только Краснодарский край. Но если какие-то епархии там имеют желание, смогут найти подход к руководству там своих краёв областей, и, допустим, край области объявят там конкурсные какие-то мероприятия, мы с удовольствием поучаствуем, и какое-то количество детей прямо вот точечно примем к нам. И ещё, Александр Ильич, раньше у вас было священник, допустим, в семью приезжают к вам, и священник трудится покровлению детей. Сохраняется ещё? Да нет, на самом деле мы отцам всегда рады. Тем более, когда приезжают, потому что одному отцу фенейтируют, это тоже очень на самом деле трудно. И успевать и на своём приходе, и здесь успевать, и всё остальное. Ну и, конечно, мы приветствуемся заранее, кто-то позволит, мы обязательно разместим, обязательно детки будут разрешать, а дальше будет служить, и помогает нам. Мы только с радостью. Позвольте, я расскажу, как мы в епархии у нас делали. Вначале семья должна встать на учёт, либо в Министерство труда и соцразвития, ну, в отдел соцзащиты, да, либо в районный отдел поддержки семьи. И потом уже дальше всё основное просто. Вот это самое трудоёмкое, а дальше уже, так сказать, подаёте списки, благочинные подают епархии, епархии подаёт горний посад, горний посад подаёт... Да, не подаёт в Министерство, Министерство там просто сравнивает, если на учёте. И хочу сразу сказать, что именно в соцзащите наименьшее количество семей стоит на учёте, потому что там ставят... Такая минутка обеспеченности, вот, это что касается соцзащиты, но, тем не менее, многодетные малообеспеченные семьи там на учёте стоят. В отделе семьи и детства нужно просто прийти и написать заявление о том, что, да, какой-то, ну, приходит мама там или папа, да, и пишется, что прошу предоставить путёвку моему ребёнку или моим детям, пишется обязательно ввод, адрес, то есть там не обязательно, чтобы эта семья была многодетной или малообеспеченной, но обычная семья, у нас же разные семьи есть, они ставят именно на учёт по получению путёвки, в очередь, скажем так, и поэтому, если есть такие семьи, лучше с ними отработать уже сейчас, чтобы они заранее написали заявление, чтобы к моменту проведения смен тематических, ну, как бы уже подошла и очередь. В заявлениях, наверное, всё-таки лучше указывать в том, как он, да. В заявлении однозначно пишется, что православный домагерь горный посадок. А так реализация путёвок происходит, конечно. Как было в этом году довольно недорого на общем фоне, у нас 37, да, 37, да, 37, 800 за, да, что вы сказали? Возврат, это когда был кэшбэр. А в этом году тоже брали справку, у нас там не было размещение. Защита возмещает 50%. А, да, есть такое, да, да. Через со-защиту. По поводу того, как вы смогли бы всё это сделать, я сделал, мне хотелось сказать, я думаю, не буду. Знаете, есть такое выражение, что никто не отменял роль личности в истории человечества. Точно так же и в нашем лагере. Хотя тоже Александр Юрьевич очень скромно говорил, но на самом деле, наверное, всё-таки благодаря его инициативе смогли мы все эти вопросы порешать и вот такую лагерю последствий. Я поражаюсь настойчивостью такому свойству ледокола Александра Юрьевича. Благодаря ему только всё это состоялось. О своём проекте «Фестиваль дня Губерек» расскажет Сергей Владимирович Матюгин, руководителем дела социального оснащения в Иксуской епархии. Добрый день, дорогие друзья. Мы уже немножко стали такими родными, уже все лица узнаёшь с утра, когда встречаешь. Мы все здороваемся. Вот, поэтому гораздо проще уже выступать. Ну, конечно, о такой базе, о таком лагере многие регионы, наверное, только могут мечтать. Ну, там, епархии, регионы, да, конечно, благодаря Александру Юрьевичу как-то поклон за такое дело. Я думаю, все здесь, кто присутствует, не понаслышке знают, насколько важно организовать, ну, такой правильный летний досуг детей. Да, и многие знают, что, скажем, в государственных летних лагерях не всё всегда хорошо в плане нравственности, духовности и так далее, то правильно организованный отдых, это, конечно, это огромное дело. Это просто очень важно. Мне хотелось бы рассказать вам о ещё одной такой форме семейного уже отдыха. Он, конечно, более краткосрочный, но, тем не менее, это такой семейный фестиваль «Княжный берег». Организовался он у нас, поскольку на территории нашей русской епархии ВИКСа – это город Нижегородской области, юг Нижегородской области, мы через реку граничим с городом Муромом, с историческим местом. Муром – это место княжения святых Петра и Февронии, да, сегодня покровителей семьи, и поэтому у нас есть на территории места, которые связаны с этими святыми, вот, и, в общем, нам сам Бог приел, да, что-то организовать под эту тему, вот. И сейчас я предлагаю, да, посмотреть небольшой ролик. Семейный фестиваль «Княжий берег» – это территория, на которой объединяются семьи Нижегородской области, чтобы научиться быть счастливее, крепче и духовно богаче. Жайск – это единственное место в Нижегородской области, исторически связанное со святыми покровителями семьи, благоверными князьями Петром и Февронией Муромскими. Именно здесь, согласно преданию, они останавливались во время изгнания их с княжения. На этом месте князья простили своих обидчиков и отсюда вернулись на княжение в Муром. Поэтому в народе это место называют местом княжеского прощения. Фестиваль представляет собой большое творческое пространство, где семьи имеют возможность на образовательных площадках встретиться с интересными людьми – психологами, священнослужителями, узнать о христианских традициях, укладе русской семьи, жизни и подвиге, верности и любви святых благоверных князей Петра и Февронии, а также принять участие в спортивных и творческих мастер-классах. Субтитры создавал DimaTorzok В общем-то, это форма работы с семьей, которую могут позволить себе многие, скажем так, епархии. Она, конечно, затратная, но это все подъемно. То есть это возможно организовать. Требуется определенная затрата на техническое оснащение, потому что самая большая трудность этого фестиваля – то, что мы под открытым небом. Это может быть три дня дождь, это может быть три дня солнца. То есть там напрямую зависишь от погоды. Поэтому чем больше площадей будет закрыто, тем больше вероятность, что фестиваль состоится. Потому что первый год, допустим, у нас три дня был дождь, у нас был минимум площадей, и это было что-то. Но это было испытание духа, но у нас очень мало семьи уехали. И вот те, кто были на первом фестивале, они до сих пор ездят. В этом году у нас был седьмой. Ну, то есть вот такое стояние такое было под дождем, но тем не менее многие семьи остались с нами уже до настоящего года. Изначально у нас были семьи в Нижегородской области, но сейчас у нас уже география расширяется. В этом году у нас были из Челябинска. Семья приехала на футболе из Алтайского края, то есть издалека люди узнают. И вот такой формат интересен людям. Это совершенно точно. Особенно для городских жителей, выехать с палатками на какое-то продолжительное время, да еще когда это все наполнено максимально. То есть формат такой совершенно точно интересный. Ну вот о чем говорилось в ролике. Да, вот это место, наш благотворитель на этом месте также установил памятник Петру Февривованию, часовню, поклонный крест. Это место находится на реке Ака. То есть такое высокое красивое место. Ну, конечно, с вашими рельефами трудно сравнить, поскольку у нас все-таки равнина. Но тем не менее место такое тоже для нас достаточно красиво, если я считаю. Ну вот, то есть палаточный лагерь у нас разбивается на большом поле. Мы так стараемся придерживаться стилизации времен Петра и Хевронии. Следующий. Вот. И вот почему, ну еще как бы актуальность, почему необходимо, как бы, такие мероприятия делать, пускай они краткие, пускай они, да, то есть не круглогодичные, но тем не менее, потому что вот, если взять, допустим, Межгородскую область, то у нас 70% разводов заключенных браков, ну, цифра ужасная. Ну, не в этой аудитории, наверное, рассказывать о последствиях разводов, да, то есть во что это выливается. Да, следующий. И я перед выступлением, кажется, смотрел, по Краснодарскому, оказывается, еще больше, 76% разводов на 100% браков. Вот. То есть, ну, ситуация, я думаю, катастрофическая. Я буду любить, не надо, в следующий сайт. Ну, здесь небольшие цифры, вот, по нашему фестивалю. Вот. Стараемся приглашать разных таких профессионалов и в плане психологии, известных священников, музыкантов, артистов, ну, то есть, чтобы максимально наполнить фестиваль в следующий сайт. Вот. Ну, некоторые, так сказать, процессы вот в рамках фестиваля идут у нас в течение всего года. Например, школа семьи. Вот. В течение всего года у нас проходит эта образовательная площадка, которая уже, так сказать, максимально раскрывается на самом фестивале в следующий сайт. Вот. Как раз школа семьи. Ну, всем уже известный отец Валентин, он у нас такой, ну, самый частый, наверное, да, спикер на школах семьи и один из самых любимых, нужно сказать. То есть, он чаще всего собирает максимальное количество людей. То есть, у нас прям на год формируется тематическое планирование. Здесь и детско-родительские отношения, и супружеские отношения, на все злободневные темы, и в зависимости гаджет, ну, опять-таки, вы знаете эти темы. Дальше. Вот если Крик с нами взаимодействовали в рамках фестиваля и Татьяна Шишова, и Римин Витя, я думаю, люди тоже в нашей среде известны, да, то есть, это такие достаточно серьезные специалисты. Дальше. Вот. Александр Дягилер из Санкт-Петербургской Метрополии, у него интересный проект, супружеские встречи, наверное, тоже слышали. Очень хороший проект, и он очень хороший специалист, в этом плане очень интересный. Александр Таченко, постоянный автор журнала Фома. Ну, то есть, я к чему вот это все говорю, что эти люди, они вот максимально доступны в том плане, что их можно приглашать, и они совершенно спокойно отзываются, если надо, приезжают, если надо онлайн, что-то, да, рассказывают, то есть, совершенно спокойно люди можно с ними работать. Дальше. Отец Андрей Лоргус, он ректор Института Христианской Техологии. Дальше. Ну, и вот наши специалисты из нашего региона. Дальше. Следующий. Вот. Каждый раз перед непосредственно фестивалем мы вместе с Министерством соцполитики объявляем региональный конкурс семейного творчества. Все муниципалитеты в нашем регионе присылают работу, достаточно много работ присылается, вот, и непосредственно на фестивале мы уже подводим итоги, приглашаемых победителей, и, соответственно, происходит награждение. тоже форма работает, количество участников не уменьшается. Дальше. Вот. Вы непосредственно про сам формат фестиваля идите дальше. Вот. Всегда на фестивале пронесли честные семьи, вот, которые долгое время прожили в браке, да, или многодетной семьи. И в этом году вот наш владыка Варнава поздравляет семьи и награждал их патриаршным знаком материнства. Первой стихии, не второй стихии, да, как раз тоже практически со всего региона собирали. У нас своей медали нет, бачки, насколько я знаю, у вас, да, у вас есть, да, у вас есть. У нас есть медали в археале. Да. Потому что, к сожалению, за семьи у нас это мечта. Они как бы потом вот не... Но вот у нас тоже честно сказать не получилось, поэтому мы продолжаем пользоваться патриаршей наградой, ну и тоже в принципе вот. Каждый год к нам из Мурмаг привозят мощи Святой Петра и Грони в Капчет. Вот. И каждый год владыка у нас с нами три дня практически на этом фестивале проводит. У нас на Кульди служатся, и владыка там на Китаях едет поиграть. Ну, то есть вот такой максимально такой открытый формат дальше концертной программы. Стараемся приглашать известных артистов. Вот Григорий Барков у нас был, Владимир Борисов у нас два года на спектакле он показывал по Василию Шукшину. Ну, то есть стараемся вот такую творческую наполняемость максимально дать. дальше концертные да, то есть дети сюда мультики снимают. С Москвы приезжают с анимационной студии пилот нам специалисты, то есть там потом по итогам фестиваля целые вообще серии мультиков получается дальше. Практически каждый год у нас с нами взаимодействует конный клуб наш нижегородский который и нас и катают и показывают представления джигитовки и так далее то есть это всегда тоже нура то есть людям очень нравится вот и всегда практически у нас есть реконструкторы которые свой городок строят чтобы познакомить участников дальше вот отец Валентин вчера во время поступления пытался скажем так рассказывать о всех своих интересах кроме мотоцикла аргоновой сварки или еще чего-то он еще и занимается паропланиризмом вот эти на парусе они там летают склоны позволяют поэтому они где-то летели еще каждый год мастер-класс по паропланиризму устраивают не все конечно соглашаются на этом мере дальше ну спортивные составляющие всегда есть да то есть это альпинистское сооружение всегда есть и разные квесты и тут волоса дальше площадка тоже у нас организовывается есть фото-зоны приезжают со своими родителями всегда в рамках фестиваля есть один вечер когда сами участники выступают это тоже всегда не забываем какое-то мероприятие когда сами участники показывают все что умеют очень здорово дальше ну и конечно же это возможность три дня максимально плотно отдохнуть всей семьей когда и папа и мамы и дети и каждый находит для себя что-то интересное мы каждый год даже стараемся прорабатывать для мужчин какие-то площадки потому что первый-второй год у нас были отзывы что ну вроде бы мужчины заскучают поэтому каждый год для отцов делаем соревнования какие-то мастер-классы такие реально интересные не потому что тут надо надо идти а просто ему там правда чтобы было интересно поэтому стараемся чтобы каждому что-нибудь было интересно у нас организованное питание централизованное чтобы не было никаких костров чтобы не было никаких пожаров потому что все достаточно плотно стоит поэтому организованное питание привозят люди кушают ну и это нам и с одной время дальше ну и как я уже говорил очень красивое место такое такое просто взгляд уходит в горизонт и конечно даже само место там ничего не делать там уже можно 3 дня просто спокойно прожить дальше вот ну в общем мы тоже вас приглашаем если у кого-то будет желание приехать нам на фестиваль он у нас всегда проходит около дня памяти Петра и Февронии около 8 июля вот ну там плюс-минус это всегда пятница, суббота, воскресенье вот у нас есть группа ВКонтакте есть сайт социального отдела там можно всю информацию найти поэтому добро пожаловать мы спросим участвовать в таком мероприятии вот ну и повторюсь что такой формат так скажем объединение семей он скажем доступен да то есть он не настолько затратный да его можно организовывать и точно могу сказать что спрос на это просто колоссально у нас в этом году регистрация у нас было 650 человек регистрация шла 4 часа вот то есть максимально быстро то есть люди ждали люди писали вот то есть спрос очень большой и вот когда еще с таким хорошим наполнением православным вот на притом у нас не только православные семьи у нас просто семьи которым интересно в такую среду попасть но тем не менее мы все равно там утренние вечерние молитвы и другие ну так или иначе все равно православное такое духовное выполнение но вот многим семьям которые вообще не доцерковлены им в принципе тоже достаточно комфортно здесь находиться вот поэтому вот подтверждаю что такой формат очень интересен для семьи ну и уж поскольку да в таком прекрасном месте вот в таком лагере детском да вот у нас тоже есть опыт проведения лагерей вот для детей то есть там несколько лет мы просто снимали муниципальный лагерь и проводили там православные смены то есть мы искали деньги на покупку путевок либо если бы либо их закупал под нас муниципалитет то есть получалось договариваться либо мы просто искали благотворителей да и организовывали там в августе остается 10 дней вот в августе мы делали православные смены со своими вожатыми вот Александр Юрьевич рассказывал как здесь вожатыми выступали семинаристы кубанские да у нас в ВИКСе есть духовное училище мы брали ребята с духовного училища для чтобы быть вожатыми вот и вот такие смены тоже проводили и потом мы организовали такой палаточный лагерь на территории храма там далеко за городом вот в древучих лесах скажем так вот и мы сделали там закупили армейские палатки большие вот то есть у нас там мальчики и девочки это национальная организация Витязи если кто знает да то есть в синей форме вот такие ребята да национальной организации Витязи ее создали мигранты во Франции вот она сейчас в России тоже распространяется слет в общем-то вот такой лагерь делали вот и мы его ну в плане юридической формы мы его регистрировали как не как лагерь а как слет и тогда ну то есть там слет Максон может проходить 5 дней мы просто регистрировали там 3 слета по 5 дней получается смена даже не вывозя детей и в таком случае ни у Роспотребнадзора ни у пожарных не было никаких претензий ну правда все было безопасно то есть однозначно то есть и питание было там в школе готовили вот но тем не менее вот уже несколько лет лет 6 мы проводим в таком формате по 2 смены то есть по 15 дней вот сейчас эти лагеря регистрируем как образовательные сессии потому что религиозные организации могут такую деятельность осуществлять то есть религиозное образование поэтому мы их регистрируем вот как образовательные сессии и в этом случае просто ну вопросов практически никого не вызывает спасибо за внимание сейчас у нас следующий доклад докладчик из Волгограда Несулина Анна Викторовна руководитель семейного центра встречи на базе общественной организации наградительного Волгограда тема летняя смена истоки итак я хочу представить тематическую смену истоки которую мы в этом году провели впервые она проводилась летом программа тематической летней смены истоки обусловлена тем что благодаря усилиям нашего президента проводится ряд мероприятий по возрождению и сохранению традиционных российских духовно-дах ценностей и вот государство начинается с семьи какова семья такова каково будет государство сегодня мы находимся в кризисной ситуации и в кризисе возможно между возрождением духовности и нравственности в современных условиях возрастает роль педагогов и учителей и воспитателей в их руках находится главное богатство наши дети наша молодежь и вот от мировоззрения молодежи и зависит каково будет наше будущее государство данная программа обеспечивает создание благоприятных условий для духовного и нравственного развития личности ребенка формирование патриотизма укрепления его психического и физического здоровья цель программы это через погружение в историю и культуру литературу искусства большой и малой родины обращаясь к стопам своего рода раскрыть смысл патриотизма и любви к семье к своему родному краю к своей родине к своей стране поставленные цели участвуют круто следующих задач обучить различать рукотворный и нерукотворный мир понимать необходимость бережного отношения по всему живому способствовать развитию творческой личности ребенка научиться различать добро и зло дать представление о нравственной свободе человека и помочь увидеть красоту нравственных поступков познакомить детей с родным краем с его историей с его достопримечательностями святынями памятными местами с историей российского государства государственной символикой жизнью русских героев великих полководцев святых подвижников достопочтимых людей земли русской познакомить детей со стороны государства церковных народных праздников традициями отечественной культуры привить уважение и любовь традициям своего народа воспитать желание подражать благим образом обучить детским народам играм песням посредством детского игрового фольклора изготовление творческих работ на основе традиции отечественной культуры направление структуры программы также можно увидеть на слайде духовно-нравственное направление что мы туда включили это добротолюбие и добронравие такие два предмета проходят в наших семейных центрах мы говорим о православии о православной культуре здесь литературный час поездки экскурсии по храмам и святым местам в нашем регионе историко-культурном направлении это беседы по истории культуры исторические викторины также экскурсии поездки художественно-эстетическое направление это творчество рисование художественные выставки сцен газеты оздоровительно-спортивное направление это спортивные занятия бассейны прогулки Интеллектуальные познавательные направления – это настольные игры, квизы, интеллектуальные игры. И то такое направление – это дежурство в отрядах. Структура нашей программы включает проведение различных занятий, встреч, бесед, активность, выездных мероприятий в течение одного месяца тематической смены. В течение, которое в свою очередь подразделяется на четыре тематические смены недели. Всего у нас проходит, ну как во всех лагерях, 21 день – три недели. У нас же смена 24 недели, и каждая неделя носит свою определенную направленность. Первая неделя все начинается с семьи. Мы говорим о семейном дереве, поем песни, смотрим фильмы о семье, стихи о семье, народное творчество, пословицы о семье, семейные детские праздники, семейные традиции, семейные добродетели, уважение, любовь, вера. Вторая неделя у нас моего-то речка, речка, мы говорим о казачьих краях, о казачьих избах, о наших собственных домах, о ремеслах, природе родного края, писателей, поэты, поскольку я из Волгограда, то мы писатели и поэты Волгоградской области изучаем. Также лето в городе и деревне. Третья неделя растет в Волгограде березка. Это строка и стихотворение волгоградского писателя Маргариты Агашиной, так мы назвали третью неделю. Здесь мы изучаем достопримечательности Волгоградовой области, святыни, известные храмы и монастыри, природные заповедники, историю культуры родного края, писателей и поэты. А также у нас в Волгоградской области есть город Урюбинск, это столица российской провинции, поэтому тоже рассказываем детям и о ней. Четвертая неделя мы дети твоей России. Здесь мы говорим о нашей столице, о золотом кольце России, о достопримечательности нашей великой страны, об истории, важные исторические даты и события, православие в России, литература и искусство. И все, что связано с нашей страной. Можно с вами посчитать? Проведение тематических смен. Тематическая смена истоки у нас проводилась на базе семейных, двух семейных центров, точнее на базе сети семейных центров, двух организаций. Организатором выступила Волгоградская региональная общественная организация «Нагалетный Волгоград» и Волгоградская региональная общественная организация «Православный семейный центр Лестовица». Участники смены у нас делились на отряды, у них были речевки, девизы, с этим мы помогали вожатые. У каждого семейного центра, потому что у «Нагалетного Волгограда» не один в семейных центрах, а их несколько, и вот каждому семейному центру был выдан свой цвет на шейных флагов. Каждая неделя начиналась гимна «Поднятие российского флага». В течение тематической недели дети совместно со воспитателем, подавленными вожатыми, оформляли стенгазеты и творческие уголки. Посещали библиотеки, храмы, музеи, конный клуб. У нас очень много детей было с ОВС, потому что один из семейных центров «Беседа», который подошел на «Нагалетный Волгоград», принимает детей с ОВС. Поэтому ипотерапия для них, конечно, была крайне важна. Поэтому мы не могли их исключить. Также мы посещали театры, выставки, экскурсии по граммам с примечательством «Легиона», ездили к святыням «Легиона», посещали бассейн, игровой конкуртуальной реальности, боулинг и многое другое. По окончанию дня ежедневно с детьми проводилась свечка, как рефлексия дня. В завершении смены участники совмета с ложатыми подогонами проводили итоговые мероприятия. Мероприятие проводилось по окончанию каждой четырехнедельной смены, проводясь в разных форматах. Когда-то это был концерт, когда-то это был КВН, когда-то это спортивные мероприятия. Можно следующий сайт. Данная тематическая смена реализовывалась на базе семейных центров, которые оказывают социальные услуги. Нормативная база 442 ФЗФ финансирована, осуществлялась за счет компенсации, как поставщиков социальных услуг. Но можно осуществить данную деятельность за счет родителей, либо огрантовой деятельности. Следующий, пожалуйста. Соглашение на посещение библиотек, театр, планетария, храмов, монастырей. Соглашение с епархией о предоставлении нашему центру экскурсии по храмам и монастырям. Организация питания у нас осуществлялась согласно СанПИНу, через поставщика питания, в нашем случае маме на кухню. Питание все предоставлялось в одноразовой посуде, то есть мы не использовали, не мыли посуду. Оно предоставлялось в таких контейнерах, как указано. Каждому ребенку было предоставлено горячее питание, первое, второе. Все полники были у нас запакованы в медвидуальную упаковку, стойки, то есть по 0,2 литра, все в медвидуальной упаковке. Дети получали полноценный горячий завтрак, обед и полник. Разрешение распространения зоны не требовалось, так как питание предоставлялось как социальные услуги. В иных случаях, при посещении детьми более 4 часов, по заключению, рост ответного отзора понадобится. И последний момент. Педагогический состав тематической смены. Если мы, у нас было деление на 15 детей в каждом отряде. Если мы говорим о таком делении, то отряд из 15 детей необходимо обеспечить одним воспитателем, одним вожатым. Это 18 плюс вожатый, не младше. И двумя помощниками вожаток это 14 плюс. Воспитатель вожатки и вожатки четко реализуют программу тематической смены, координируют помощников вожатого, сопровождают и присматривают за детьми. Помощники вожатого отвечают за наклете столов, уборку, дежурство отрядов, речевки, название отрядов, ношение, ношение платков, присмотр, сопровождение. Для реализации творческих, интеллектуальных и развивающих занятий были привлечены психологи, психологи-дефектологи, педагоги по рисованию, лепке, бисероплетении, бумаге-пластике, прикладному творчеству, эколазе, тренер по физической культуре, тренер по шахматам, педагоги русского языка, математики, клуб иностранных языков, педагоги иностранных языков. Для реализации просветительских бесед мы привлекли семейных и детских психологов, работников библиотек, священнослужителей, экскурсоводов, педагогов по добронравию и также воспитателей наших отрядов. Я понимаю, когда много лет подряд проводится, там уже как бы с финансированием проблем меньше, потому что это известно, там люди стремятся и так далее. Насколько трудно было собрать? Да, ну мы начали готовиться еще с февраля, чтобы первая наша смена, да, началась с 1 июня, поэтому готовиться с февраля, как и наш методист, всем известный, Мария Леонидовна Фигина. Да, мы продумали всю программу, расписали ее, что как мы будем проводить, и с помощью у нас есть, ну у каждого, я думаю, свои порядки, есть в регионе. У нас непосредственно порядок 320-й показаний услуг, где как-то также включено питание, где включены экскурсии, где оплачивают выезды. То есть мы нанимались, дети передвигались, у меня на общественном транспорте был нанят автобус комфортабельный, поскольку летом у нас очень жарко выграют, обязательно традиция нет, вот. И сначала была трудность в чем? Была трудность собрать детей конкретно в той тематике, какую мы хотим, потому что дети представляют лагерь, да, вот они пришли, что хотят делать, гаджетов играют, у нас было категорически везде развешенные значки, нет гаджетов. Да, развлечение это хорошо, съездили в конный клуб, съездили в Боуле, в виртуальную реальность, дети, конечно, все это хорошо, но дети приходили, говорили, вы знаете, мы так много узнали о казачестве, мы и не знали, что это так интересно, ой, а мы и не знали, что праздников оказывается так много. И когда дети смотрели мультики, да, православные направленности, фильмы, сначала было скептически, но вот все ближе, ближе к сентябрю, все это было уже по-другому. И сейчас дети к нам приходят, эти же, которые были, уже совсем мировоззрение их изменилось, совсем изменилось. Мы решили, несмотря на то, что мы запретили этот порядок, мы решили собственной силой, бюджет организации осуществить продленку на базе нашего центра. К нам приходят детства либо до школы, из то второй смены, мы их также ходим благодаря маминой кухне за бюджет организации. А также проводим посвятительские беседы, сделали уроки, все, пойдемте у нас, вот такое-то, такое-то занятие. И также пытаемся им привить не только любовь к своей смене, но и любовь к своей стране, к своей родине. И дети с удовольствием сейчас уже слушают, когда им говорят, а вот сегодня вот такой праздник, а у нас Покровский цикл. Сейчас у нас все идет, разбито на цикл, то есть Покровский цикл прошел, сейчас у нас осенний цикл будет, дальше рождественский. И когда дети вот каждый изучают, почему так назван цикл, в честь чего-то, какой праздник ассоциируется с этим циклом. Им уже самим интересно, то есть осенний цикл только начался, а что, а что там, какие праздники, а что, а что там, а что значит архангел, а как архангел отличается от ангела, расскажите, расскажите. То есть ему уже становится интересным. Хотя некоторые даже дети жалуются, что родителям рассказывают, но неинтересно, они не поддерживают наше стремление, не рассказывают нам. Поэтому расскажите нам здесь. Вот такая посвятительская работа благодаря хорошему методисту у нас ведется, благодаря хорошо подобному составу педагогическому. Отец Александр Шишкин из города Воронеж, руководитель отдела защиты отцовства, материнства и детства Воронежской епархии, расскажет о своем опыте работы с трудными подростками. И на самом деле, прям было выступление, будет такое, что, как вот уже было сказано, роль личности, наверное, еще и немаловажный момент, роль соседства. Так получилось, что это давний переверенный медсослужение, то одними из первых ко мне обратились сотрудники полиции, сказали, что в зоне прямой видимости вашего храма находятся в центре временного сбежания несовершеннолетних правонарушителей. Поэтому мы решили к вам прийти, вот пообщаться с вами, как вот мы будем с вами функционировать, развиваться. А другой немаловажный момент, я только что вот рассказывал, очень интересно слушать хорошие проекты, которые вот сформировались, действуют, функционировались. А вот как к этому достичь, как вот согласовать, как вот пройти вот алгоритм, алгоритмизацию. И я всегда когда был на каких-то конференциях, общался и говорил, да ладно, у вас все хорошо, а как мне сделать, чтобы было хорошо. Вот поэтому я сейчас попытаюсь рассказать не только о том взаимодействии, взаимодействии, потому что, конечно, священнослужители выходят на частный момент, да, на личности взаимоменты. А вот я попытаюсь еще вас представить таким образом, что вот вас отсюда гонят, вас не принимают и говорят, вы нам не нужны, да? И вот как сделать так, чтобы вот все равно такое взаимодействие началось. Первый момент, и немаловажно, вообще, что такие трудные подростки, там вот термин нам известен, а как ими становятся? Вот трудными подростками у нас становятся двумя правовыми моментами. Первый правовый момент – это нарушение федерального законодательства. Это либо кодекса о коммерческих правонарушениях, либо уголовного кодекса, либо, больше всего, только вот два момента, по нарушениям. Либо, если человек попадает в органы профилактики. У нас есть органы опеки и попечительства, которые занимаются профилактикой детских правонарушений. Таких органов у нас всего четыре. Это отдел опеки и попечительства в каждом районе любого субъекта нашей страны. Есть отдел опеки и попечительства. В принципе, это первый орган профилактики правонарушений несовершеннолетних. Второе – это отдел по профилактике правонарушений несовершеннолетних в органах МВД. То, что мы раньше называли детской комнатой милиции. Третий момент – это заместитель главного врача по медицинской части в любой районной больнице. Он отвечает за, в том числе, медицинское сопровождение детей, которые находятся в состоянии, угрожающей жизнью и здоровью. Это общая такая вот фраза, растущая. Но медпроучрежения входят тоже в органы профилактики. И четвертое – это школы. В каждой школе создана комиссия, которая так и называется «Комиссия по профилактике правонарушений несовершеннолетних». Вот, красавица, 4 таких вот органов, где ребенок может так или иначе оказаться, и потом в дальнейшем это будет его первый шаг, чтобы стать, красавица, трудным ребенком. Каким образом становится, то есть, если нарушение происходит уголовного права, если ребенка задерживают в органы полиции или административного права, то же самое, то полицейский ставит на учет его у себя в МВД, и потом автоматически ребенка ставят на учет и во все четыре органа, которые я провел. Если же ребенок в школе, в больнице и тому подобное, то он по нисходящей поднимается. Аккумулируется эта комиссия по делам несовершеннолетних и за счет их прав, которая тоже функционирует при каждом районе Субъектовской Федерации. По должности, эту комиссию возглавляет в зависимости от главы района специальной работы. И вот, дорогие друзья, эта комиссия функционирует в том числе на основании ФСН-120, в котором недавно были изменения, наверное, лет 6 назад или 5 их провели, о том, что членом комиссии по согласованию может являться представитель религиозной организации с целью профилактики каких-то нравственных моментов и тому подобное. То есть, если даже вас не приглашают, конкретно свечи на служителя, то можно самому обратиться в комиссию, на основании ФСН-120, я бы хотел вам кто-то, 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 кто-то делать. Потом есть еще и областная комиссия или краевая комиссия, но которая занимается больше уже таким вот документальным функционалом. А вот именно непосредственно общение с детьми мы видим либо в комиссиях по делам заключеннолетних, либо в органах профилактики. И вот как раз таки органы профилактики, для них они не только должны сигнализировать о правом нарушении, то есть доктор там увидел, что ребенок избит, да, во время профильного осмотра, но у ребенка с синяки это, в принципе, уже основание для запроса в полицию и прокуратуру, и плюс синяки появились сам дома, в школьной долбопиле. Пропускает ребенок занятия, не учится, проявляет какую-то агрессию к одноклассникам, это школьный психолог, это для него начнется звоночек, подать документы в комиссию и тому подобное. Вот как раз таки вот эти органы, они должны, сейчас функционируют, именно сигнализируют о том, что происходит правом нарушения, а изначально они называются профилактикой, то есть что они делают, чтобы такого не было. И вот здесь как раз таки огромное поле действий для священнослужителей, потому что именно вот здесь вот как раз таки профилактику требуют, мы живем в светском государстве, в правом государстве, где каждый год все отчитываются, какую-то профилактику делали. И вот мероприятия, которые проходят на территории храма, приучение священнослужителей, это как раз таки именно профилактика правонарушений, которая есть в всех моментах. Вот теперь мы уходим из юридической части и выходим в практическую часть. Каким образом в Воронежской епархии мы вот нашли консенсус в таком моменте? Во-первых, повторюсь, попадем по нисходящему пути. Во-первых, у нас запишены соглашения с комиссиями по профилактике правонарушений районными. Вот в одну из комиссий я скажу сам как раз, согласование по профилактике служителей. И в начале каждого года мы пишем план работы. И на базе одного из храмов в Воронежской епархии мы проводим встречу с трудными подростками. Как она организуется? Это вписано в план работы. Это подписывает глава комиссии этот план. И далее комиссия поделась, чтобы налить их во все эти органы профилактики спускает, чтобы обязаны явиться вместе с решением правонарушениями для проведения практически везде. То есть в данном случае наша инициатива приобретает уже правой момент. И уже эти органы профилактики обязаны к нам в храм этих правонарушений доставить, как проведение одного из мероприятий, которых должно быть несколько. Как раз таки в храме мы изначально проговаривали какие-то темы. Тут нужно иметь небаловажный момент, что если кого-то из правонарушителей нет с 16 лет, это ни в коем случае в неких сексуальных темах абортов, профилактиках абортов, ни в коем случае, потому что это уже уголовное правонарушение. Если были у кого-то моменты суицидального характера или ухода из дома, то ни в коем случае не говорить слово самоубийство, суицид и тому подобное. Это тоже, как сейчас, это уже такие более точечные моменты. И вот как раз таки мы на территории приюта, который рядом с храмом Станин-Пагишем располагается, раз в портал для каждого из районов проводим подобные встречи, где мы с подростками какие-то моменты проговариваем, где мы какие-то пытаемся поднимать темы. Конечно, это очень тяжело. Я помню, я преподаю с 15-го года в духовном семинаре, и после первой такой встречи я вот сказал сотрудникам комиссии, «Вы знаете, я столько лет преподаю, вот а сейчас на какое чувство, будто вот я за 40 минут лыжат, вот просто как лима». Потому что идей не трудно и не разговаривать, и они настроены агрессивно в тебе, и они как-то считают, что все равно сейчас что-то не то скажешь, и я потом за это порогаю. Вот мы преодолевали многие моменты, мы и вообще трапезу устраивали, и даже был такой момент, когда мы просили сотрудников проектора, которые обязаны присутствовать, чтобы они покинули аудиторию, чтобы могли как-то поговорить с детьми в более таком вот близком режиме. Но в любом случае, вот сейчас этот момент действие функционирует, и даже в пандемию мы смогли найти правовые моменты, чтобы все равно здесь вместе репетиться. Другой немаловый ажермент – это центр содержания правонарушителей. Тут уже немножко другие дети. Если мы говорим о тех, кто стоит на учете, это обычно, ну, поймали сигареты, и там распивал сочные напитки, там ругался маком, прогуливал школу, вот такие вот, то есть, то, что мы называем мелкие правонарушения, то центр содержания несовершеннолетних – это люди, которые, это подростки, которые совершили уголовное правонарушение, но из-за того, что не достигли возраста ответственности по данным правонарушениям, уголовное дело прекращается, мы их помещаем на месяц в центр содержания несовершеннолетних. То есть, грубо говоря, это тюрьма для ребенка. То есть, там решетки на окнах, это режим, это прогулочный двор, это колючие провода по периметру забора, то есть, но внутри, конечно, это сделано очень комфортательно. То есть, это не как вот мы в тюрьмах идем, но внешне это все по полностью режимный объект. Даже вот мы общались с начальником, говорят, у него было два случая, две попытки побега. Но, понятно, это больше было проявлением внутреннего бонгарства, потому что все равно, что там через мастер-постель у них в отношениях не могло, в такой момент. Здесь, как бы мы нашли подход к детям, здесь мы прошли именно к личному моменту, там не так много, где так обычно, там от двух до пяти человек находится. И здесь мы занимаемся личностным моментом. Понятное дело, там ничего нельзя, не экскурсии, ничего подобного, там все зарежимлено. Но священник приезжает и просто встречается с каждым ребенком. И вот в таких учреждениях самый интересный такой момент. Там телефона нет, все, режим для ребенка делать нечего. И он рад каждой встрече. Он очень рад, когда приезжают к нему родители. Это вот для них это вот счастье вот такое вот. Он рад, когда к нему там приходят с какой-то игровой программы там волонтеры, когда приходит священник. Вот как раз-таки вот в таком моменте мы заключили договор с этим центром, и у нас каждую неделю священник, но в каждой неделе это прописано договори, мы еще можем каждый день приходить, в зависимости от того, когда поступают новые несовершеннолетние. И каждый раз мы можем приходить священник и именно общаться с внешним правонарушителем, что подвигло, что подтолкнуло, вот такие вот моменты. Вот, но это вот в двух словах, как работа ведется, как вот именно алгоритмизация действий. Что из себя она представляет? Я вам расскажу вот некоторые такие вот нюансы. Дело в том, что все равно, хотим мы или не хотим, люди, которые работают в органах профилактики, происходят психонациональное выгорание. Оно очень сильно, оно очень ярко. Я даже вот на одной из комиссий рассматривали женщину, она родила ребенка, там, третьего или четвертого. Всех до этого детей у нее изъяли легендарных прав, вот, и она вот еще одного родила их. И она сама уже написала заявление, чтобы ребенка забрали, потому что ей как бы вот... и глава комиссии, она говорит, ну зачем ты его рожала? Говорит, ну родила. Она, ну а аборт, что ты не сделала? А я поднимаюсь и говорю, давайте коллеги не будем ерундой заниматься, как это, родила, родила. И потом глава комиссии подходит, говорит, да батюшка, да я не то, чтобы я понимаю, то все вред, просто я вот как-то вот, ну вот, на эмоциях вот. То, что вот, ну что ж, она вот как бы вот так вот, да? То есть отсюда мы видим, что помощь нужна не только несовершеннолетним, которые в комиссиях находятся, но и очень помощь нужна тем людям, которые сами являются сотрудниками этих орган-попилактики, потому что они как раз таки тоже, в зависимости от их настроя, в зависимости от того, как они вот настроены в плане свою работу, это тоже очень немаловажный момент. Почему вот сейчас хотелось бы соцсетироваться на профилактику правонарушений? Дело в том, что вообще все наши федеральные законы, которые так или иначе рекламентируют деятельность правонарушений, там четко прописано, что в первую очередь это все направлено на профилактику, чтобы не было правонарушений. Но нас сейчас, несчастье, из-за ковида изменилось, у нас совершается правонарушение, да, и вот его пресечь, профилактика, самый яркий момент, самый нужный и самый необходимый. Но я прошу прощения, если я это суббурно рассказал, вот, если есть вопросы, постараюсь ответить, может быть, уже как-то, чтобы поздно сослужился где бы такую общую картину. Если вот еще одну минутку, расскажу о том, что у нас в стране, вы знаете, по закону, можно вследствие пить прак, если есть беременность, да, если органы пить, вот разрешили, а вот выпить спиртное можно с 18 лет. То есть, если у нас нет, они в практике, то уж не хлеба нахожем животе у мамы, а вот выпить на своей свадьбе они уж не могут, потому что за дети по закону нет. Но есть такие вот некоторые правовые коллизисы, так мы можем сказать, когда смотрят социального согласия, 16 лет, например, да, вот, но это правые коллизии. Почему говорю? В принципе, если подросток распивал пиво, его органы профилактики задержали, это коап, это распитие, он будет поставлен на учет, да, как правонарушитель. То есть, это некая такая мелочь. Если что-то там, сникерсом, вот у нас в комиссии был такой случай, поспирал с одноклассником, сникерс украсть, да, вот трое украли, и убежали, а четвертый сапожок вырвать и его же поймали, как бы, да, но это до 2000 рублей, то есть, укропа, это еще не уголовный момент, да, а мог украсть там, сникерс, за, там, за 2500, это уже был уголовный момент, да, не достиг возраста уголовной ответственности, попал в этот центр, понятное дело, для него это будет такой стресс, скорее всего, он не попадет уже сюда, вот, но бывают такие моменты, когда систематично совершают дети правонарушения и их ловят, и они, вот этот вот стресс, который должен был они испытать, попав в центр временного содержания, они уже многократно испытали, пока это там допрашивали, пока их ловили, пока в центр не отправляли, и бывают рецидивны, когда ребенок, ну, обычно, конечно, с таких несчастья, из семей, которые тоже, ну, вот, на конфилактике, да, так называемые, с маргинальной семьи, да, и они несчастье воспринимают это, ну, как некий период жизни, вот, даже был вот такой подросток, которым было новинку, хотя, повторюсь, внешне как фильма-то выглядит, а внутри, ну, как такой вот, ну, понятно, ну, неплохой, вот такой вот, среднего уровня загородный лагерь, то есть там свежее белье, полотенца, вот режим, и некоторые, вот, попадающие, тогда говорили, ой, тут просто нету подружки, как бы, знаете, то есть, вот, кому-то, кому-то это вот условия, да, которые дома, сейчас не соблюдались, поэтому, конечно, несчастье рецидив есть, рецидив традиционно бывает по преступлениям, таким серьезным, да, по уголовным, которые вот, и вот, бывают такие, если же это менее, вот, серьезные преступления, граждан, просто там подобное, то это вот, как раз-таки, намного меньше рецидив, вот, ну, вот это вот, если так вот, в общих чертах, так сказать. Да. А из каких семей, в основном, в центре времени заезжания свежей налетников попадают из разных семей, вот, потому что, повторюсь, вообще, само, метод подавит от того, кого поймали, понимаете, больше так, вот, и получается так, что, поймать могут такового, вот, вот, как раз-таки, вот, я повторюсь, вот, кто вот там шоколадку, там, стащил, это приличные дети, хорошие, там, улыбаются, вот, поспорили, и, вот, слава богу, повезло, но это, как бы, вот, а, если говорить в процентах, ну, конечно, из семей, где, где-то, недосмотрели, да, за ребенком, где, где-то, ну, там, неполная семья, например, где вот так вот, где не могу должного внимания уделить, редко, очень редко бывает, что попадает, ты ребенок в центр, пытался пролечь внимание, да, вот, своим плохим поведением, поймали, нет, такого не бывает, потому что, повторюсь, туда попадают, всякие с уголовной статьей, вот, но сказать, что попадают только лишь, там, дети из маргинальных семей, там, как вот, к лишению, когда, да, тоже нельзя, там, бывают, очень, и индивидуальные моменты, но, я повторюсь, два-пять человек в месяц, то есть, это не, и, повторюсь, на два с половиной миллиона населения, в ромаштолюбрести, то есть, как бы, это совсем-то маленький, да, момент, вот, но бывают и случаи, когда попадают, ну, из хороших семей, вот, именно, вследствие каких-то, групповых моментов, чего-то там, сотворить, и я, вот, сажаюсь перед ними, там, или ставлю, говорю, ребят, я не знаю, я патриот или не патриот, они такие, как это, как вы, я говорю, ну, это патриот с своей стороны, или не патриот, как вы думаете, да вы патриот, я говорю, а на основании чего вы так решились, они, нет, а что с тебя взять, я говорю, давайте поговорим о патриотизме, как, может быть, патриот, или не патриот, сейчас мы в патриотизме, в том числе, забота об окружающих, что правонарушение является, это вызов обществу, когда, например, в автобусе съедут, один там громко музыку слушает, да, вот, и вот так некоторые говорят, ой, а я что, не патриот с своей стороны, я говорю, я не знаю, мы говорим о патриотизме, и некоторые, ой, что-то это как-то не так делают, это вот один момент, вот таким, конечно, для детей, которые стоят на учете, очень острый момент, это семейных отношений, я иногда рассказываю, как вот, мы заботимся о детях, говорю, а, вы знаете, а родителям тоже нужна забота, вот, потом нахамели, там нахамели, потом нахамели, потом пошли, там все забыли, а там папа, мама, потом убивается, плачет, еще что-нибудь, вот такие вот моменты, они вот очень воспринимают, они вот замечают, есть немаловажный момент, надо понимать, очень часто провоцируют, они там, ой, да у меня там мать, там такая всякая, да у меня отец, с вами там, его там глаза не видел, я говорю, видел, но он же есть, например, да, и, конечно, очень немаловажный момент, надо понимать, что во время таких встреч, это же, грубо говоря, везы саня комиссия, там сотрудники прокуратуры присутствуют, и сотрудники полиции, вот, анофопики, иногда ребенок может творить эмоции, рассказать что-то такое, просто ему скажут, ну, опять поподробнее, поэтому здесь, поэтому здесь, иногда вот, нужно смотреть, кто-то вот, очень эмоционирует, немножко, наоборот, ему приглушить, но потом, в частном порядке, там интересно, я думаю, мы поговорим уже, чтобы время все это было занимать. Благодарю.